Перед чем стоит новый, я бы сказал, человек? Он стоит действительно перед тяжелейшей ситуацией. Ситуацией какой? Когда на него, на его голову обрушивается та информация, которая буквально может разрушать даже психику человека. Ведь вы знаете, психологи, они же сейчас пишут же об этом, и говорят, мало кто их читает, конечно, но что они говорят? Что интернет вскрывает душу! Вскрывает! Представьте себе, вот сейчас на улице, если бы был мороз, и взять и стены раскрыть! Ой, какая красота! Правда? Красота вскрывает душу буквально! Человек сидит туда и даже не понимает, насколько он, насколько он оказывается загипнотизированным этим самым! Он забывает обо всём! Одна из самых насущных сейчас уже проблем, по крайней мере, на Западе, но она надвигается на нас! У нас теперь нет же никакой границы идеологической с Западом! Ну что вы! Мы также свободны! Одна из самых тяжелейших проблем, которая сейчас надвигается и на нас! Замкнутость на себе! Мне плевать на всех! Да и не только плевать, а цинизм даже развивается! Встречаются сейчас, я вам скажу, две несводимые друг к другу культуры, если выразиться таким языком светским. культуры! На самом деле, встреча идёт не просто культур, встреча двух мировоззрений, совершенно несводимых друг с другом! Каких? Если мы обратимся к себе, к себе, я говорю, к своей стране, обратимся к России, обратимся к тому, всё-таки, на чём она строилась, стояла, чем жила и к чему призывала человека, то мы можем совершенно, так сказать, ну, честно сказать, что огромнейшее влияние на души человеческие, на воспитание, на всё сознание наше оказывало, конечно же, православие! И в чём суть его? Если вот так попытаться сказать, в чём суть-то его? Достаточно обратиться к нашей художественной литературе, и что мы видим? Суть её выражается в таких... в такой интересной... Нет, интересной слишком мелко! В такой важной идее, если выразить одним словом, но это будет очень привычно и как-то будет, ну, не совсем, может быть, убедительно, но это слово есть! Суть всей нашей русской культуры, суть всей нашей, если хотите, в принципе, общественной жизни, несмотря на те разлады, безобразие, я не знаю, и преступления, и прочее, суть её всё-таки что? В чём состоит? Любовь к человеку! Любовь к человеку! И каким бы он ни был, откуда бы он ни приехал, какой бы иностранец это ни был, пожалуйста, да! Встречаем! Да! Любовь к человеку! Эта идея действительно потрясающая! Потому что православие, вся суть православия, конечно же, в учении о Боге, христианском, в каком Бог есть любовь! Не просто справедливость! Весь Запад построен на этом принципе – справедливость! Справедливость без любви – это чушь! Её не может и быть по существу никакой! Нет справедливости, нет истины, нет правды, нет добра там, где нет любви! Так вот, это основное положение нашей православной веры, нашей, если хотите, культуры, которые, ещё раз повторяю, великолепно выражено у наших замечательных классиков, по крайней мере, XIX век особенно это великолепно показал, показал в нашей литературе и во всём нашем искусстве как таковом. Вот основное направление, если хотите, мы говорим сейчас об идентичности, российской идентичности нашего общества, нашего народа, что, что главное составляет? Именно вот это составляет самую суть. Она великолепно была выражена словами Алексея Степановича Хомякова, который очень точно сформулировал основную идею, если хотите, идею, которая требовала бы хорошей разработки. но он прекрасно выразил эту мысль. Единство в свободе, потому что, конечно, все хотят, конечно, мы не должны быть каким-то рабами. Единство в свободе, но какой свободе? Единство в свободе по закону любви. Вы знаете, это же потрясающая идея, если только мы возьмём, подумаем. Особенно если мы теперь, а я и хочу перейти, в другой стороне, к тому, что Запад нам несёт, и с другой, той культурой, с которой мы встречаемся. Какая другая культура, которая сейчас обрушивается буквально нас? Культура свободы. Какой? Неужели надо говорить об этом? Неужели непонятно, когда попираются все нормы, даже элементарные нормы нравственности, а остаётся только один принцип – справедливости? Я тебя не трогаю, ты меня не тронь. Но ни о какой любви даже не идёт речи, свобода и больше ничего. И во что она выливается? Две культуры сейчас. И эти две культуры налагают печать на весь процесс воспитания человека. Каким образом? В чём самая суть любви? Не причинить человеку зла. Ни в коем случае. Это как минимум, напротив, насколько возможно сделать для него добро. Вот в чём, так сказать, основная направленность. В чём принцип свободы, который мы видим на Западе? Там вообще потерян принцип добра и зла. Там главное – да здравствуйте – свобода! И до чего доходят? Вот пример Шарли, когда издевательство над Христом, а помните, когда это над Мухаммедом? И привело к чему? К каким трагедиям? И кто же виноват оказался? Террористы! Да? А кто спровоцировал? А кто провокаторами оказались? Какая сейчас идея, которая действительно буквально воспитывает часто, пытаются воспитать молодых людей, потрясающее поколение? Что такое творчество, например? Творчество? Вы что думаете? Это значит бунтарство! Значит, сделать нужно всё не так, как делали! Всё переделать, всё сломать! Смотрите, бунтарство – вот что такое творчество! А не какое-то положительное, позитивное явление, которое действительно приносит человеку что-то! Это, я просто вам говорю, это основная идея, идея и дух, я бы сказал, даже не идея, это дух современной западной культуры. Вы же понимаете, почему я говорю об этом? По очень простой причине! Встречаются две эти культуры, и сейчас идёт именно борьба за это! И больше всего, где она идёт? В принципе, уже где идёт? Только ещё в России! На Западе уже нет этой борьбы! Там полная победа, лже-свободы! О которой, как великолепно писал один из мыслителей седьмого столетия, святой Исаак Сирин, Невежественная свобода – Мать всех страстей! Конец этой свободы – Жестокое рабство! Это замечательные, изумительные слова! Да! Когда я что хочу, то и творю! Не мешайте мне! Родители говорят, дети не нужно мешают, дети говорят, родители не нужны, что вы связываете нашу свободу! И на чём строится? На полном уничтожении именно этого принципа! Нет! Этой идеи! Нет! Этого духа – любви! Любви к человеку! Именно любви! То есть, благожелательства! И отцы к детям, и дети к родителям! Благожелательства! Без этого же невозможно ничего построить! Без этого, если хотите! Он, как говорил ещё, парацельс даже! Лучшее лекарство! Какое? Любовь! Там, где её нет, всё теряет всю свою силу и всё своё значение! Вот сейчас особенно важно, когда мы говорим о, так сказать, о тех, кто вот только что ещё поднимается, растёт, получает знания, сейчас очень важно, на какой почве будет проходить становление их личности. Вот два потока! Причём западный поток, он всё увеличивается сильнее! Почему? Потому что удивительным образом, но у нас все средства массовой информации оказались западными! Ну, да, когда политика, да, то они скажут так, как положено, как сказал, допустим, Путин, да, а вы посмотрите, а в нравственном плане, а в духовном плане что пропагандируется? Идёт же просто удивительное дело! обрезаем, кажется, вершки и изо всей мочи поливаем корешки, чтобы росли сильнее! Как можно более взрастали эти сорняки без нравственности, разложения! Одна музыка только, посмотрите, что делает! Какая музыка? Посмотрите, где не зайдёшь? Всюду! ляу-ляу-ляу-ляу! У нас и русского языка, что ли, не стало? Что такое? Одна иностранная музыка! Наши замечательные песни! Наша музыка! Это же потрясающе! Просто какая! Уже редко её встретишь! В общественных местах уже вообще почти её не встретишь! Что такое? Что мы, изгои какие? Особенно надо это молодёжи знать! Мы – народ, а не рабы, которых хотят поработить! А поработить ой, как легко! С помощью чего? Вот этой так называемой культуры, которая на самом деле же культура! Это музыка! Это искусство! Это литература! В какими тиражами издаётся всё это западное? Посмотрите, что с театром нашим делается! Люди придут на хорошие прежние оперы – не узнаём! Выражают даже так! Да там вместо опера похабщина одна! Это что такое? Надо же всем знать, что основным принципом масонства, который является господствующей идеологией Запада, является одна фраза – разнуздать, разнуздать, чтобы взнуздать! Верно! Разнуздать – свобода! Которую Исаак в серии называет невежественная свобода! Чтобы взнуздать! Он так и говорит, что она приводит к полному рабству! Рабству чего? Ведь что является самым ценным в человеке? Ну, конечно, это его нравственный облик! На чём он должен быть строится? Две противостоящие линии свобода и любовь! На свободе какой? Или любви какой? Я почему начал об этом говорить? Если всё наше воспитание проходило на принципе воспитания любви к человеку, то Запад весь погружён на принципе свободы! Ну, вы же сейчас это легко же посмотреть и видеть всюду! Вы посмотрите, просто и говорить же нечего! Это какая разнознанность во всём! И в частности, и в тех отношениях, которые устанавливаются, требуются, насильственно вводятся, чтобы воспитать молодёжь в отношениях между родителями и детьми! Уже сколько мне приходилось слышать, он буквально даже недавно у меня был из Германии, он с ужасом рассказывает об этой ювенальной юстиции! И дети, они ещё бедные, не понимают, чего они теряют, когда они вступают в конфликт с родителями! Я помню, выступая в Германии, так одна женщина говорит, что мне делать? Мальчишке 13 лет, он стал уходить, вот, по ночам приходит чужой человек! Нет, вот только надо понять, что такое приходит чужой человек! Пыл, сынишка, всё! Утром встречаем чужой человек, для которого мы уже не родители, а как же сказать, кто такие? Рабы, которые обязаны! Почему обязаны? Кормить, одевать, поить, образовать! Почему? И даже мысли не приходят в голову о том, что вы сами же очень скоро станете родителями и воспитанные в таком, с чем вы столкнетесь! Идёт прямое противопоставление, какую-то разжигается борьба буквально между поколениями! Мне кажется, что в наше время, как никогда сейчас нужно было бы заняться изучением основ нашей православной веры и понять, что оно даёт человеку и что отнимает, когда человек теряет это православие. Это просто необходимейший принцип. Необходимый хотя бы потому, что мы родились тут, что наш народ уже тысячу лет. Но дело-то не только в этом, а в том, что христианство воспитывает действительно человека, когда мы видим, это настоящий христианин, не какой-нибудь законник, знаете ли, не фарисей, всё можно испортить. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. А когда действительно христианин, то что его характеризует прежде всего любвеобильное отношение к другому человеку. Я помню, в Германии однажды мы сидим и вдруг с немцем переговоры у нас так и за столом и вот один старый немец встаёт и рассказывает. Я был в плену нас в России куда-то там идём мы. Куда-то гонят где-то такое на какие-то работы. проходим через деревню, смотрим, народ вышел. Мы сжались, сейчас полетят в нас камни. И вдруг, и вдруг вместо камней нам протягивают хлеб, картошку. Мы пришли в ужас. Да как же это такое? Как это может быть? Вы знаете, это говорил человек очень пожилой, который прошёл войну. Рассказывая это, он тут вот разрыдался буквально и говорит, да, вот я тогда понял, что такое православие. Вот, оказывается, какая вот она, где красота именно, красота души человеческой. а не эти всякие вычурные глупости, обезьяньи. Надо же понять, что задача вот всех тех сил, которые уже победила Запад и движутся на нас, это превратить людей в скотину. Вы животные, поняли? И вы должны жить только с животными инстинктами и больше ничего. Поняли вы или нет это? Ну, не понял, ничего. Сейчас вам тяжелый урок дадим и будете прыгать, как обезьяны, если вы еще не поняли. Картины к вам всяким нарисуем, и вы забудете о человеческой любви. О человеческой любви. Старые книги, романы. Какая возвышенная любовь! Да люди шли за любовь на смерть, готовы все было отдать, а тут превратили во что? В физиологию одну! То, что мы видим у собак, кошек и кого угодно. Поняли вы кто? И не вздумайте подниматься с котики! Вот что идет! Сейчас, как никогда, вы знаете, борьба идет между Христом и Велиаром, то есть сатаной. Как никогда! Действительно, демонические силы буквально внедряют это свой дух во все то общество, где только они получают власть. И говорю поэтому, сейчас, когда стерта граница буквально между Россией и Западом, стерта она! Весь этот грязный поток идет. И поразительное явление! Наши СМИ оказались заражены этим! И в какой огромной силе! Просто поразительно, что это такое! Но это факт! петли! Продолжение следует... Петли! Продолжение следует... Продолжение следует...